Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. И прямо сейчас мы наблюдаем возрождение так называемой мёртвой монеты XRP. Мы достигали 72 центов сегодня утром. Взрывается абсолютно через все ценовые сопротивления. 160% роста за сутки. Такого вы не увидите на традиционном фондовом рынке, только если в дело не включатся розничные инвесторы Wall Street Bets. А памп ещё даже не начался. Они планируют пампить Ripple XRP через полтора часа в 8.30 по восточному времени. Если мы пробьём 85 центов, за которыми уже нет особого сопротивления, XRP вполне могут дотолкать до одного доллара. Но что же делать нам, инвесторам в Ripple XRP? Это ли начало нового буллрана, или же это просто второй шанс с ноября 2020 года? Друзья, я не буду продавать ни единого токена. Сообщество XRP сказало, мы пропампим XRP в 8.30 по восточному времени. И мы видим, как цена XRP растёт ещё до начала этого пампа. Возможно, это киты набирают позиции, чтобы потом разгрузиться на розничных инвесторах, таких как мы. Да, сегодня рискованный день для Ripple XRP. Мы можем и заработать, и потерять. Схемы памп и дамп всегда очень рискованные. Лично я не участвую в этом пампе, я уже говорил вам об этом. Я не покупал и не продавал, только лишь держу то, что у меня есть. Также у меня есть своя собственная стратегия выхода из Ripple XRP. Я могу принимать решения с большей долей риска в них. Это означает, что я жду больших цен для XRP и не готов продавать свои токены, пока его цена не станет двухзначной. До тех пор я не продам абсолютно ничего. И причина в том, что моя жизнь и моё состояние позволяют мне выдержать абсолютно всё, что будет происходить с Ripple XRP. Даже если он обвалится до нуля, я могу позволить себе и такой убыток. Но ваша ситуация может быть кардинально иной. Некоторые из вас, возможно, захотят продать намного раньше меня, потому что для вас так покажется лучшее. И я настоятельно рекомендую фиксировать прибыль прямо сейчас. Верните своё прямо сейчас. Это ваш второй шанс с ноября 2020, когда Ripple XRP стоил точно столько же. Не повторяйте своих ошибок. Всё, что я вас прошу сделать, это вернуть своё, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность своего капитала. Ripple ответил на судебный иск SEC, и это был мощный ответ. Я думаю, это приведёт к скорой регуляторной ясности, гораздо быстрее, чем мы ожидаем. Вы помните, в ноябре 2020 года Ripple XRP на некоторых биржах достигал 92 центов? О, как быстро мы это забыли. Именно тот момент и должен был, наконец, заставить многих понять, что может случиться с ценой XRP. В любой момент кнопку могут нажать, и цена может либо взлететь, как сумасшедшая, либо обвалиться точно так же. Прямо на пике, вот здесь, SEC неожиданно бьёт своим иском по Ripple, затем биржи останавливают торговлю, и начинается полномасштабная кампания против Ripple. Всё ради того, чтобы избавиться от розничных инвесторов в XRP. Знаете, как сложно сегодня людям купить XRP? И психологически, и физически. Итак, я ещё раз повторюсь. Я не буду участвовать в этом пампе в 8.30 по восточному времени. И если вы тоже не участвуете, просто наслаждайтесь шоу. Я очень впечатлён, ребята, 200 тысяч участников в этой группе. Ничего так не объединяло нас, как эта борьба на протяжении трёх лет давления на цену, тупых паникёрских статей, долларовых максималистов и Джея Клейтона, конечно же. Вы можете поучаствовать в этом пампе на свой страх и риск, ведь Ripple уже неплохо вырос. Я бы не советовал на самом деле, если вы не успели в это влезть, лучше уже не влезать. Лично я собираюсь ехать до самой последней остановки. Потому что я знаю, чем я владею. Я владею тем, чем владеть, по мнению банков, не должен. Банки не хотят, чтобы я владел этим. Мы уже не раз говорили, что это должно было принадлежать только институционалам, но не розничным инвесторам. Друзья, я хочу закончить это видео выступлением директора Ripple, который говорит всё то же самое лично. Лично. Послушайте, как Гарлин Хаус говорит, что вы не должны были владеть XRP изначально. Но в конце концов Coinbase сделают то, что захотят. XRP залистили. У него есть ликвидность. Я думаю, около 75 бирж по всему миру. Очень сильно расширились, как только мы увеличили объёмы этих институциональных потоков. Но мы никак не фокусировались, если быть предельно честным, на обычном розничном спекулянте. Это не наш целевой рынок. Наш рынок – это финансовые институты. Там мы можем решить большие проблемы, оцениваемые в триллионы долларов с помощью нашей технологии. А теперь у нас есть сотня бирж по всему миру, где торгуется XRP. По большей части там торгует розница. И это вообще не то, к чему мы изначально стремимся. Мы стремимся к тому, чтобы XRP использовали как цифровой, финансовый и мостовой актив только лишь финансовые институты. Вся эта розничная торговля только создаёт много шума. Нам вообще не нужен этот шум. Но в последнем квартале мы видим, что происходит сдвиг в XRP от розницы к институционалам. И как только этот сдвиг завершится, настанет тот самый момент, которого мы все ждём. На этом всё, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. И не забудьте поставить лайк под этим видео. Меня это всегда очень мотивирует. А также подписывайтесь на канал, телеграмм, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого. Вы не понимаете банковскую концепцию. Все банки разваливаются. Сантендер, Дойче Банк, Королевский Банк Шотландии. Все они разваливаются. Почему же это происходит? Потому что мы имеем то, что называется частичное банковское резервирование. А значит, банки могут давать в долг деньги, которые они в действительности не имеют. Это уголовный скандал, который происходит уже слишком долго. Большинство проблем начинается в политике и центральных банках, которые являются частью этой политической системы. У нас есть контрафакция, ту, что вы иногда называете количественным смягчением, но в то же время скрываете это под другими именами. Это искусственное печатание денег, за которое вы посадите любого обычного человека на очень длительный срок. Тем не менее, правительство и центральные банки совершают это преступление постоянно. Это центральные банки. Центральные банки, комиссары, манипулируют процентными ставками. Когда банки разваливаются из-за собственной некомпетентности и хитрости, налогоплательщик по сути оплачивает это. Это узаконенное грабительство налогоплательщика. И пока мы не отправим всех этих банкиров, центральных банкиров и политиков в тюрьму, это будет продолжаться. Продолжение следует...